Здравствуйте! Сегодня с нами представитель компании MadCat. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Катерина Ирошина. Я редактор портала Безумные котики интернет-маркетинга. Это не шутка. madcats.ru Здорово! Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания? Мы подразделение большой, относительно большой калининградской компании. Занимаемся контент-маркетингом. На самом деле берем очень немного клиентов, потому что котики не очень большие. А контент-маркетинг – это долго и дорого. Контент, да, это очень дорого. А хороший контент – это еще дороже. Но он всегда работает, мне кажется. Вот вы рассказывали, конференция в Калининграде. Да, Baltic Digital Days. Это 11-13 августа в Калининграде. Конференция про SEO, про манимейкерство и про интернет-маркетинг. Интересно. Да, надо ехать. Надо будет почитать внимательно. А расскажите, пожалуйста, о контенте. Какие клиенты приходят наконец-то к тому, что им пора делать контент для своих интернет-ресурсов и вообще? И сколько стоит хороший контент вообще? К сожалению, так как контент-маркетинг – это сейчас такой тренд, всем хочется. Очень часто приходят клиенты, которые попробовали уже все, и они говорят, ну вот нам осталось только контент-маркетинг попробовать, и тогда мы уже совсем отчаемся и закроем бизнес. Ну, я сейчас утрирую, но на самом деле реально приходят как за волшебной таблеткой. Это не очень правильно на самом деле. Ну да. То есть контент-маркетинг – история длинная, история, требующая соучастия клиента. Это 100%. И, в общем-то, по шаблону его делать практически невозможно. Ну, только если ин-хаус. То есть ин-хаус там уже можно как бы варьировать, искать более дешевые способы и так далее. Но это не про нас, потому что… А какие бюджеты вот на контент-маркетинг, допустим, разработка какой-то контентной стратегии на год для какого-нибудь, не знаю, бренда, который занимается одеждой женской? Ну, во-первых, разработка контент-стратегии – это ничего, потому что потом кому-то надо будет это делать. Поэтому это скорее услуга, которая дает зарабатывать консультантам, но без внедрения это не дает. Ну вот сколько у вас под ключ стоит? Вот что-то такое, средний чек. Не бывает под ключ. Ну, по-хорошему, лайт-версия – это где-то 60-70 тысяч в месяц. Месяц. Да. Но это цифра буквально вот с потолка. С потолка, естественно. Просто чтобы люди слышали и понимали порядок цен. Ну, то есть за 15 тысяч не зайдешь, не получится. Нет, я тоже с вами согласна, потому что нанимать копирайтеров по 100 рублей за 1000 символов, а потом хотеть что-то с этого получить. Ну, если еще послушать Ильяхова, он вам вообще расскажет, что нужно в каждую компанию нанять собственной редактор, который будет все верстать, собирать, продюсировать и так далее. И на самом деле это самый, наверное, правильный путь, но он очень экстенсивный. Но этот человек должен погружен быть в эту отрасль, болеть за нее, и тогда он эффективен. А если ситуация… У меня есть такое ощущение, что контент-маркетинг – это как раз вот об этом. Вот я тоже так думаю. Так, все занимаемся контентом на своих сайтах. Не СММ, не рекламой, а сначала контентом, а потом всем остальным, да. И… Ну, главное – стратегический подход, то есть понимать, зачем мы все это делаем вообще. Потому что иначе получаете гейреса контента ради контента. Я вообще на самом деле не понимаю, вот выкладывает бизнесмен свой сайт, вот это он теперь решил завоевывать интернет, и он там оформил свои услуги. Никто никогда не думает о том, что это читается, что это контент, что это должно быть интересно. У них что там? Цены, контактный адрес. Ну, это тоже должно быть, по крайней мере. Это площадка, на которую можно привезти кого-то, и хотя бы какой-то ответ можно получить. Но… А генерировать контент можно для всех отраслей? Или вот реально там только B2C какая-то, или только какие-то информационные направленности сайта? А вот все очень по-разному на самом деле. Я, ну, сейчас практически я… У меня основной голос, когда я говорю, берем проект или нет. И, например, интернет-магазины, особенно мелкой розницы, либо слишком с широким ассортиментом, просто не имеет смысла брать, потому что… Не имеет, да. Ну, представьте, сколько какого контента нужно произвести. Описаний всех однотипных, да, категорий. А потом вот это вот продвижение, это же начать снимать ролики, а если у вас 50 категорий, то начинается как бы все это. Поэтому вот такие компании, они придут как раз к модели in-house, когда у них будет человек, который будет просто потихонечку изнутри заниматься… Заниматься построением, да. Ну, а есть компании, которым показан контент-маркетинг и нормально отдать на аутсорс, то есть заказать где-то, потому что, ну, вот одна из типичных моделей, которые сейчас случаются довольно часто, это когда компания делала контент, у них все получалось. То есть вот к нам приходится в то время, что мы писали статьи, у нас все получалось, мы выкладывали на хабре, мы постили как бы другие отраслевые издания, все было здорово, но у нас реально нет времени этим заниматься. То есть люди бизнеса должны делать бизнес, и они приходят с запросом не то, чтобы мы не знаем, что делать, мы знаем, что делать, но нам нужны руки, нам нужны головы, чтобы это делать. Ну, и это, наверное, самая такая сейчас жизнеспособная модель. То есть у вас сейчас ищут специалистов, контент-менеджеров? Ну, вот к нам идут вот за дополнительными руками и головами, то есть за писателями, за теми, кто это будет оформлять, постить и что-то вот это вот. У нас просто есть на базе нашего IT-СМИ есть портал, который делает бесплатные видеоуроки, вообще не коммерческие. Там есть уроки по маркетингу по SMM. Да, надо прийти к вам. Да, и также есть школа, где мы занимаемся онлайн-образованием уже на коммерческой основе. Там есть курсы маркетологов, SEO, SMM-щиков. И вот, ну, многие, на самом деле, из этих специалистов не умеют писать, не знают, что это такое. Вот, на самом деле, если бы вы прочитали какой-то урок, вообще было бы очень круто про то, как правильно выстраивать контент. Можно будет с вами? Ну, напишите мне в Фейсбуке, что мы придумаем. Хорошо, спасибо вам за интервью. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.